МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15-й тур мини-футбольного первенства ознаменовался Гомельским дерби. В Гомеле завершился открытый турнир по боксу на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. Завершился первый этап в женском и мужском чемпионатах Беларуси по гандболу. Обошлось без сюрпризов. Команды гандбольного клуба Гомель продолжают борьбу за награды. В заключительном матче первого этапа гомельчанки усилившиеся опытной линейной национальной сборной Анастасии Лобач в гостях встречались с городничанкой. Турнирного интереса для Гомеля эта игра не носила. Сдвинуть наших гандболисток со второго места в турнирной таблице, ближайшим преследователям было уже не под силу. Несмотря на это, гомельчанки не расслабились и уверенно победили 34-20. Новичок Анастасия Лобач отметилась в этой игре восьмью заброшенными мячами, став самой результативной в составе Гомеля. Таким образом, компанию подопечным Тома Жичаттера на втором этапе составят Бенту Белас, Березина и Городничанка. Команды проведут четырехкруговой турнир, после чего в плей-офф разыграют медали чемпионата. Первую игру гомельчанки проведут 20 февраля в гостях против Городничанки. Домашняя игра мужской команды Гомеля против Могилевского Машеки также ничего не решала. Гомельчане давно застолбили себе место в четверке сильнейших. Однако приятно было завершить первый этап на мажорной ноте, что и удалось. Победа 31-23. В целом, задачу минимум на эту часть сезона, в принципе, подопечные Сергея Цыганкова выполнили. Ну, ставилась задача, конечно, внутри коллектива забрать очки, более уверенно сыграть со командой «Скабинск». Есть над чем работать, посмотрели наши ошибки, которые, в принципе, они исправляемы. Мы не забиваем голы один в один. Это уже две игры подряд. Мы не забиваем игры в начале второго тайма голы один в один. «Скабинск» имеет преимущество в этот период. За это время 3-4 гола. И, в принципе, держит уверенно. Мы не можем приблизиться никак. На первом этапе гомельчане со столичными армейцами сыграли четырежды. В актив себе наши гонболисты занесли только одну ничью. Трижды минчане были сильнее. На отдых времени у Гомеля нет. График игр насыщенный. Уже в среду домашним матчем против все того же «Скаба» подопечные Сергея Цыганкова начинают второй этап. В пятницу и субботу также на своем паркете гомельчане проведут две кубковые игры против гандбольного клуба имени Левина. Физически команда готова, потому что мы физически очень большое внимание уделяем подготовке физической. Поэтому в этом плане все нормально. Главное, чтобы ребята были здоровы. Компанию на втором этапе Гомелю, кроме «Скаба», также составит «Кронен» и «БГК» имени Мешкова. После двухкругового турнира команды определяют призеров в матчах плей-офф. 19-й тур мини-футбольного чемпионата Белоруссия знаменовался гомельским дерби. Между собой сыграли сильнейшие команды региона – ВРЗ и БЧ. Номинальными хозяевами паркета спорткомплекса «Локомотив» были вагоностроители. В первом круге команды выдали весьма напряженный и интересный матч. Тогда при практически равной игре ВРЗ победил 3-0. И ясно, что в этот раз железнодорожники намерены взять реванш. У вагоностроителей другая ситуация. В минувшем туре они уступили агрокомбинату «Южный», который обитает в самом низу турнирной таблицы. Им неплохо было бы реабилитироваться перед своими болельщиками. При любом исходе единственные, кто в любом случае останутся в выигрыше – это зрители на трибунах. Матч оправдал все ожидания. Первый тайм проходил буквально без середины. Правда, команды пытались сыграть до верного и затолкать мяч у ворота. А потому до действительно опасных ударов доходило редко. На 17-й минуте Артем Золотухин имел хорошую возможность вывести железнодорожников вперед. Однако не смог переиграть галкипера ВРЗ Юрия Дегтяренко. Последний, кстати, славится своими подключениями в атаку. И этот матч исключением не стал. Как минимум трижды вратарь во время своих вылазок к центру поля создавал вполне явную опасность у ворот соперника. Один из таких вояжей Дегтяренко перед самой сиреной на перерыв чуть не завершился голом. После удара украинского легионера мяч попал в штангу ворот его визави Владимира Стремилова. Старт второго тайма остался за ВРЗ. Вагоностроители устроили настоящую бомбардировку ворот Стремилова. Только спустя пару минут железнодорожники очнулись и ответили опасной контратакой. Андреевский на дальней штанге не смог замкнуть передачу партнера. Вы знаете, у нас вообще получается немножко в команде проблема, что при владении мячом мало. Бьем по воротам без ударов, нет мячей. Конечно, старались направлять, акцентировать ворота, потому что, чтобы забить, нужно попадать в ворота. И на шестой минуте нацеленность на ворота принесла плоды. Болельщики увидели первый гол. После удара Степана Струка Стремилов отбил мяч прямо в ногу Шулькина, от которого мяч и отскочил ворота. Футболисты БЧ бросились отыгрываться. Несколько неплохих моментов было у Андреевского. Также железнодорожники несколько раз проверили на прочность каркас ворот соперника. Однако забить следующими все же суждено было вагоностроителям. Отличился лидер атак ВРЗ Евгений Клочка. С его дальним ударом Стремилов справиться не сумел. 2-0. Первый тайм, опять же, за исключением двух опасностей у наших ворот, то есть мы, я считаю, контролировали ход игры, да. Второй тайм, если еще ВРЗ немножко подпрессинговывало, то второй тайм они практически сели на свою половину. Вот это, с одной стороны, легче взламу, тяжелее взламу, с другой стороны, опасность всегда контратак. Вот, в принципе, мы на двух контратаках и получили эти голы. За пять минут до финальной сирены Александр Даниленко выпустил пятого полевого. Однако позиционное нападение успехов не приносило. Дело даже до ударов доходило редко. Через две минуты главком БЧ взял тайм-аут. После его наставления один гол удалось отыграть, причем практически сразу. Черниенко нашел пасом дежурившего у ворот соперника Коцура, который немного подработал мяч и направил его в дальнюю девятку. После этого тайм-аут взял уже Анатолий Яновский. Правда, это его команде не помогло. Железнодорожники продолжали давить и за 24 секунды до финальной сирены сравняли счет. Причем второй гол получился близнецом первого. Только с одной разницей. После передачи Черниенко Коцур направил мяч в ближайшую девятку. 2-2. Справедливый итог красивого противостояния. Светлогорский ЦКК в 19-м туре на своей площадке забил шесть безответных мячей в ворота охраны «Динамо». Агрокомбинат «Южный» получил в свои ворота шесть мячей в игре с «Мопидом». Забили «Южане» только однажды. В среду команды сыграют матчи 20-го тура. «БЧ» будет принимать «Мопид», «Южный» дома сыграет со столицей. ВРЗ поедет в гости к охране «Динамо», а ЦКК к УВД «Динамо». В Гомеле завершился открытый турнир по боксу на призы абсолютного чемпиона Советского Союза Алексея Юкова. За победу сражались более ста бойцов из Белоруссии, Украины, Литвы и Черногории. Приятно, что на высшую ступень пьедестала почета поднимались и воспитанники гомельской школы бокса. Соревновались юниоры. Уровень турнира традиционно весьма высок. Чемпионы своих стран, призеры, победители европейских и мировых чемпионатов. Достаточно сказать, что сборная Украины приехала практически в полном составе. Сейчас в команде идет смена поколения, однако все равно конкуренцию украинцы составили более чем серьезную. «Южные» соседи пробились в 7 финалов из 14. Для гомельчан это также просмотровый турнир. И многие проявили себя на высоком уровне. Всего же в финалы попали 6 представителей нашего региона. Что при такой конкуренции немало. Уже здесь есть у нас финалисты, есть люди, которые проявили, мы взяли на заметку. Я надеюсь, что в дальнейшем это наша надежда. И мы надеемся уже на следующий олимпийский цикл, что мы о них еще услышим. Один из финалов получился чисто гомельским. В главном поединке весовой категории до 52 килограммов в ринг вышли Дмитрий Бальков и Алексей Дашкевич. Бойцы хорошо знают друг друга. Не раз встречались на ринге. В этот раз сильнее был Дмитрий Бальков. Сам победитель своим выступлением не совсем доволен и видит, над чем еще нужно поработать. Ну, хотелось, конечно, было лучше, но чуть дыхания не хватило. Буду работать над собой, еще чуть побольше, чтобы стать еще сильнее. Всего же представители Гомельской области завоевали на турнире 16 наград. В активе наших спортсменов 2 золота, 4 серебра и 10 бронзовых наград. Юные легкоатлеты Гомельской области получили заслуженные награды. Представители областного отделения Федерации поздравили спортсменов с призовыми местами на республиканской спартакиаде. В спартакиаде принимали участие юноши и девушки 2001 и 2002 годов рождения. Это тот возраст, когда впервые можно выйти на республиканскую арену. По итогам состязаний команда Гомельского центра Олимпийского резерва по легкой атлетике заняла первое место. Таких результатов гомельчане не показывали уже лет 10. Вся команда оказалась в призах. Причины этого руководства Федерации считают отлаженную за последнее время работу с подрастающим спортивным поколением. Налажено сотрудничество с общеобразовательными школами. Больше внимания уделяется отбору. И представителей Гомельской области на мировых аренах со временем должно становиться больше. Планируется, что на ближайших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро от нашего учреждения, от Центра Олимпийского резерва по легкой атлетике, примет участие порядка 6-7 человек. В данный момент уже тремя завоеваны лицензии. Это приемка ДЦУК Прямов. И на подходе, в принципе, ведущие спортсмены. Это Кравченко. То есть основные старты у них начнутся в марте месяце, где они смогут завоевать лицензии на главный старт четырехлетия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также некоторых регионов Гомельской области. Победители примут участие в финале. Первыми в легкоатлетическом манеже соревновали школьники Новобелевского района. Всего 10 команд, по 10 человек в каждой. Видов программы также 10. Это бег, прыжки, различные виды метаний. После дружной разминки ребята расходятся по базам. Для них это как игра. А вот тренеры всерьез присматриваются. Ребята покажут свою силу, ловкость, умение бегать, прыгать. И позволят отобрать лучших среди детей. Те, которые смогут потенциально участвовать во всех дисциплинах, легкоатлетических и не только. Эстафету новобелевских школьников примут и ребята из других районов Гомеля и области. Финал соревнований состоится в мае. Лучшие команды из каждого региона разыграют главные призы. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова